Добрый день, уважаемые коллеги и зрители телеканала МТМ. Мы рады вас приветствовать в муниципальном пресс-центре, чтобы вновь обсудить актуальные вопросы, проблемы и перспективы жизни нашего города. Тема сегодняшней пресс-конференции – итоги работы коммунальных предприятий города по благоустройству и озеленению Запорожья в 2013 году. В течение года городские коммунальные предприятия проводили ремонт и реконструкцию дорог, облагораживали территорию города, выполняли работы по озеленению. Какие именно работы и в каком объеме удалось сделать в этом году? Готовы ли предприятия к работе в условиях зимы? На эти вопросы ответят наши гости. Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Запорожского горсовета Алексей Николаевич Бородай. А также заместитель директора КП «Зеленстрой» Лидия Викторовна Козлитина. В этом году на все ремонты дорог мы получили областную субвенцию в 47 миллионов гривен. Что на, ну вообще в общем выделено почти 54 миллиона. Из них 47 миллионов это областная субвенция для ремонта дорог. Это практически на четверть больше, чем в прошлом году. Эта субвенция разделилась, грубо говоря, на три части. Это реконструкция, капитальный ремонт и текущий ремонт дорог. Запланировано было в этом году на 20 миллионов гривен выполнить шесть объектов капитальный ремонт дорог. Мы проработали четыре объекта, освоили 10 миллионов 600 тысяч гривен, зарегистрировали с казначейства, но, к сожалению, оплаты в этом году через казначейство идут очень сложно, поэтому дальше выполнить ремонт у нас нет финансовой возможности. По трамвайным переездам мы еще сейчас продолжаем ремонт трамвайных переездов, в том числе вот на улице Лепика идет ремонт до конца года, мы его закончим и запустим там трамвай. И 10 миллионов выделено на текущий ремонт дорог. На 65% мы успели в этом году отремонтировать от общей суммы, потому как, опять же, задержка с финансированием казначейства, оборотных средств не хватило для продолжения работ, поэтому то, что смогли сделать, то мы и сделали. КП «Луат» подготовился к возможным на тот момент погодным условиям, плохим, то, что нам в понедельник показало. Мы, как смогли, подготовили запасы горюче-смазочных материалов и посыпочных материалов. Приобрели 450 тонн соли и подготовили 6,5 тысяч тонн на посыпку. За эти два дня мы практически зарасходовали весь посыпочный материал и ГСМ. Если бы вовремя не мешался председатель облгосадминистрации Александр Николаевич Пиклушенко, ситуация могла бы выйти из-под контроля. Но на сегодня есть поддержка области, есть поддержка финансовая. Мы уже сейчас закупили еще около 10 тонн топлива. Также нам через, опять же, Александра Николаевича Пиклушенко мы смогли достать еще 40 тонн соли. Поэтому на данный момент КП «Луат» готов к дальнейшему выполнению своих прямых обязанностей и содержать город в чистоте, проезжую часть проезжими. Я хочу вам сказать, что мы являемся главным исполнителем программы Горсовета «Зеленение города». Это коммунальное ремонтно-строительное предприятие «Зеленстрой». Мы выполняем работы большие и комплексные. То есть мы удаляем сухостойные деревья и аварийные. Мы обрезаем деревья. Мы высадим цветы, мы высадим розы, мы высадим кустарник. Мы обслуживаем 391 гектар наше предприятие. То есть в них входит 8 парков, 59 скверов, 171 улица, 38 уголков отдыха там и площадей. И у нас существует также специализированный участок, где у нас находится своя автотракторная техника. То есть это имеется в виду, там у нас 10 поливочных машин, 4 вышки, трактора, самосвалы, которые нам помогают и в завозе земли, и в вывозе мусора. Основная, конечно, наша работа – это озеленение города. Ну, в этом году на озеленение города выделен миллион гривень. Мы, конечно, посадили в этом году 690 деревьев, 5968 кустарников и почти 80 тысяч штук цветов. Ну, производили также устройства газонов и цветников. Также мы к празднику 9 мая высадили почти 40 тысяч цветов. То есть это мы посадили, где у нас аналии боевой славы, на скверы танкистов и все места, где у нас проходят всякие мероприятия. И также были у нас цветочные композиции исполнены. Это на выставке цветов. Конечно, было очень сложно в этом году. Вы видели, что погода такая у нас и холодная была, и дождь. Однако же мы хотели, чтобы люди радовались, придя на выставку. Мы высадили в этом году где-то около 4 тысяч роз. Только в этом году. А вообще, вот мы посадили за последнее время у нас в городе где-то порядка 15,5 тысяч роз. Мы, конечно, внедряем все больше и больше роз, потому что вы сами видите, да, оно гораздо красивее на площадях. Я думаю, что все радуются. У нас когда-то было очень большое количество роз, и мы стараемся подвести к этому, чтобы город нас больше цвел и радовал наших жителей. У нас, конечно, очень большая работа проводится по удалению сухостойных и аварийных деревьев. Это, конечно, очень колоссальная работа. Вы же знаете, что во всех старых районах города очень много деревьев, которые требуют обрезки, также и омоложения деревьев, и удалению сухостойных. Люди жалуются. Бывает такое, что деревья не выдерживают при ветре. Это аварийная ситуация. У нас на это выделено более миллиона гривен. То есть это по всем районам мы выезжаем и убираем аварийные и сухостойные деревья. За 11 месяцев у нас удалено 688 деревьев. Омоложено. То есть обрезка на омоложение – это 410 штук. И по всему городу за сезон обрезано около 30 тысяч деревьев. Но у нас также, кроме того, выделяются еще деньги депутаты. В этом году на удаление сухостойных деревьев и на обрезку выделили 7 депутатов из своего фонда. То есть где-то порядка 56 тысяч гривен. Конечно, все хорошо. Вы знаете, кажется, работа наша такая хорошая, красивая. Но в то же время нас не очень радует то, что мы как бы делаем композиции очень красиво и стараемся. Но очень плохо, конечно, что люди относятся к этому не очень хорошо. Утром приходишь, бывало такое, что очень много цветов не бывает. Композиция нарушается, красота, естественно, нарушается тоже. Кроме всего прочего, воруют у нас все буквально. Воруют и хвойники, воруют и кустарники. Ну, доходит дело даже до воровства деревьев. Конечно, очень обидно за наших людей, что такое впечатление создается, что некоторые люди не хотят, чтобы в нашем городе была красота. Обидно не то, что уворовал, посадил где-то у себя, но воруют и продают. У нас уже неоднократно мы заявляли в милицию. Даже было такое, что наши люди сами идут и видят, что люди воруют, останавливают, вызывают милицию. Вот недавно совсем был случай в Коммунаровском районе, украла одна женщина, сразу 17 штук роз, посаженных на Космической улице. Заявили в милицию, ну, пока ведется дело. Хотелось бы, конечно, обратиться ко всем жильцам города, но если видите, что кто-то ворует, остановите. Остановите, потому что красота города зависит не только от зеленстроя, но и зависит от людей, которые в нем живут. Чемало деревьев, таких как тополя, растут в нашем городе. Но дело в том, что за определенный час, кажется, за 15 лет, они стают, скажем так, непригодными и даже шкодливыми для городян. Чи высадчивается ныне это дерево? Тополя есть разновидности, разные разновидности. Есть тополя, которые растут очень много лет, а есть тополя, которые растут всего от 50 до 80 лет. То есть это привитая форма тополь пирамидальный, это или туркестанский, или симони. Два вида тополей. Понимаете, в нашей зоне, так как у нас была большая загазованность, вы же сами знаете, да, сейчас немножечко меньше, но деревья тоже не выдерживают так же, как и люди. Вот растут, бывает такое, что дерево растет и 100 лет, а может расти 15 лет, и все. На улицах особенно, где большая загазованность, тополя, естественно, очень быстро пропадают, потому что подгнивает корневая система. То есть точно так же, вы знаете, бывает, что подливают под дерево, и оно начинает гнить, оно становится аварийным. Оно может быть зеленым, но внизу ствол, естественно, гниет. Экология обследует эти деревья, и, естественно, если дают заявки, мы их, естественно, убираем. Видим, где самые аварийные деревья. И уборка ведется постоянно. Посадку деревьев тополь туркестанский и тополь симони мы не делаем сейчас, на данный момент, потому что, ну, это совсем не нужно. Хочется, чтобы деревья расти более долговечные. Сейчас по поручению городского головы мы разрабатываем программу, так называемую «Зеленый город» или «Зеленый дом», которым будет охвачено, по крайней мере, на следующий год. Это территории детских садов, школ, больниц, в первую очередь, по удалению сухостойных деревьев, в том числе, скорее всего, полному удалению тополей и высадке вместо них, клёны, липы. Ну, то есть это уже зеленострой будет определяться, какие лучше деревья посадить. А сейчас, на данный момент, проводим инвентаризацию, но уже на данный момент цифры очень серьезные. Более 6 тысяч деревьев подлежат сносу только по департаменту образования и медицины. Это довольно-таки, наверное, будет серьезная длительная программа, но это надо начинать делать, потому что вы правильно сказали, что, спустим, тополя – это не то дерево, которое в Запорожье нормально растет. Алексей Николаевич, к вам вопрос. Насколько хватит закупленной уже как топливо, так и смеси? Не повторится ли та ситуация с двумя днями? То хватит только на два дня, а в дальнейшем мы опять будем на катке. Спасибо. Ситуация просто возникла, я же еще раз говорю, из-за того, что задержка с проплатами казначейства очень серьезно нас подставила в такую ситуацию. Но на данный момент, я же говорю, что Александр Николаевич Пиклушенко взял под особый контроль это дело, и с его помощью, вот на данный момент сейчас у нас практически при серьезном снегопаде мы готовы в течение 10 дней работать круглосуточно. Алексей Николаевич, от горожан достаточно часто приходится слышать, почему ремонтные работы, именно дорог, ведутся в зимнее время, вот и сейчас. Такие огромные изменения в движении трамваев, которые ездят на Шевченковске, то есть на Шевченковске вообще трамваи не ходят с центральной части города. Почему эти работы начаты именно сейчас, когда похолодало, и не отразится ли холод на качестве? Опять же, есть изначально бюджетное финансирование, план ассигнований и так далее. В этом году, по всем известным причинам, он был, конечно, нарушен, смещен, денег не хватало, поэтому начали мы эти работы, будем так говорить, даже за собственные оборотные средства, потом, когда было подкрепление, продолжили их, но здесь мешалась еще и техническая сторона. В этой части, я так понимаю, это по Лепика идет разговор, значит, в этой части, в момент проведения работ, уже укатки корыта, был обнаружен так называемый плывун. Вода очень близко, там очень близко грунтовые воды, и вода подходит к поверхности. Поэтому нам пришлось носить корректировки, делать кое-какие работы, которые были не запланированы. Ну, я думаю, это не помешает самому выполнению работ. Вот, эту работу надо было сделать в этом году, в любом случае. Мы, в принципе, могли бы ее и не делать, но это надо для жителей города. Поэтому мы уж рискнули пойти, сделать этот шаг и все-таки выполнить. Я понимаю, мы причинили очень много неудобств нашим горожанам, за что приносим свои извинения. Ну, это благое дело, и мы постараемся в ближайшие сроки его закончить и пустить трамваи по маршруту. Как вы узнаете, что в каком-нибудь дворе там аварийное дерево? И можно ли горожанам обратиться по определенному адресу или телефону, если можно, то куда, чтобы такое дерево демонтировать? Я вам хочу сказать, что аварийных деревьев, конечно, много, особенно бывает после того, как ветер проходит или что-то. Есть балансодержатели. Люди, которые, я вам говорила, что они в экологию дают заказ, они смотрят, проходит вместе с экологией, есть комиссия, которая выходит на определенный участок и смотрит эти, есть ли аварийные деревья, сухие ли, выдается акт балансодержателя. Они нас нанимают, и мы, естественно, выходим и убираем. Есть у нас, бывает с горосполкома заявки, есть жильцы, которые просят убрать там деревья. Ну, инвалиды бывают, бывает, что люди незащищенные, возле них там сухое дерево. Все делается через горисполком. Они дают заявку в горисполком, ну, или, как бы, не заявка, а жалобы. Бывает, что через райадминистрации. В райадминистрации люди жалуются, райадминистрация нам, естественно, дает заявки. Как бы сказать, что, ну, мы в основном работаем в скверах, в парках, на улицах. На придомовой территории это, естественно, обслуживает КП основания. Лидия Викторовна совершенно права. КП «Зеленстрой», оно обслуживает конкретные закрепленные территории, которые есть балансом районных администраций Запорожского горсовета, на которые, на их утримания выделены деньги. У нас КП «Зеленстрой» – бюджетная организация, которая выполняет четко те функции, которые на них положены. Значит, те деревья, которые находятся внутри квартала, да, их обслуживает КП основания. И любой человек может обратиться, как письменно, если хотят, но лучше 15-80 колл-центр, каждая заявка регистрируется. Да, конкретно выполнение сноса или кронирования, оно может затянуться в связи с определенными обстоятельствами. То ли большое количество заявок. Ну, на данный момент, я точно знаю, мы мониторим ситуацию как департамент постоянно, более 6 тысяч заявок на снос, кронирование по жилому фонду. То есть это жильцы во дворах. Те деревья, которые на взгляд заявителя требуют либо кронирования, либо сноса. Для того, чтобы снести дерево, необходимо взять разрешение в экологии. Выходит комиссия, в составе, опять же, привлекаем специалистов зеленстроя, экологи и балансодержатель. Оценивает это дерево на предмет, необходимо его сносить или его нельзя сносить. И пишется рекомендация скронировать, либо снести полностью. Только после этого, возможно, снос этого дерева. Тут идет подготовительная работа, и заявка эта выполняется. Любой человек может обратиться на 1580, в том числе это частный сектор, это кооперативный дом, ОСББ, разницы нет никакой. Потом эта заявка уходит на исполнителя, а там разбирается, кто это должен сделать, как, в какие сроки и за какие деньги. Алексей Николаевич, расскажите, пожалуйста, насколько активно участвуют в уборке снега с улиц предприятия города? Может, есть конкретные примеры по прошлому году или в этом году? Да, подключались действительно. Мы провели мониторинг этой ситуации. Районные администрации закрепили территории за каждым промышленным предприятием вплоть до киосков на уборку содержания этих территорий. Во время этого снегопада в каждом районе города вышли предприятия и работали. 221 единица техники у нас была по городу работала, 221. Из них 130 единиц – это коммунальных предприятий, а остальное предоставили промышленные предприятия. Самое активное участие – это, конечно, наши флагманы, которые никогда ни в чем не отказывают. Это «Мотор Сич», это «Запорожсталь», «Днепроспедсталь», «Автозаз» и «Масложиркомбинат». Ну, многие предприятия. В принципе, откликнулись все. И кроме техники в этом году уже и людьми помогают. То есть на более 400 человек работало промпредприятие тоже на расчистке. Расчистка, посыпка закрепленных территорий в принципе справились, можно сказать, на отлично. То, что их попросили, они это выполнили, социальную нагрузку понесли, за что им огромное спасибо, респект и уважение. Вопрос к Алексею Николаевичу. Вы говорите, что вы уже закупили довольно немалое количество соли с щебнем. Хотелось бы узнать, для посыпки дорог, хотелось бы узнать, какую соль вы закупали, у кого, и проверяли, делали вы какие-то исследования по поводу того, как влияет она, например, на обувь горожан? Как бы сказать, мы солью тротуары не посыпаем. Соль используется на дорогах города. То есть идет техника Илуада, и соль используется для соляной смеси с отсевом. Там небольшое количество соли идет для того, чтобы она работала, она растапливает снег, грубо говоря. Только лишь для этого. Да, я думаю, что лучше она для резины не делает, и в том числе для обуви горожан. Но, к сожалению, на сегодняшний день именно в наших реалиях жизненных более дешевого и реального такого средства для того, чтобы очистить дорогу от снега, льда, нет на данный момент. Закупали, по-моему, в Артемовске, у нас в одном месте в Украине сейчас это соль продается. Но количество, я же еще раз говорю, у нас мы закупили не очень большое количество, смогли на данный момент закупить. Мы, наверное, где-то только 35% от общей потребности на зимний период ее закупили. Ну, опять же, повторюсь, что с помощью облгосадминистрации мы докупим эту соль. Отсев у нас в полном. Мы купили все 17 тысяч тоньте, что нам необходимо, оно зарезервировано в нашем карьере. Здесь 450 тонн мы уже завезли достаточное количество, а тротуары идет посыпка просто отсевом, без соляной смеси. Потому что, ну, действительно, мы людям так сработаем на обувную фабрику только, разве что. Алексей Николаевич, хотелось бы снова вернуться к ремонту дорог. Сейчас снег, конечно, присыпал, как бы не видно ни ям, ни колдобин. Внутриквартальные дороги. Их очень много в плохом состоянии. У нас что, денег не хватает для этого? И о капитальном ремонте, скажите. Все-таки, если капитально сделано, то оно уже прослужит не один год. Ну да, если проведен капитальный ремонт, то гарантия эксплуатации 5 лет должна быть. Это однозначно. Ну, опять же, реалии сегодняшних дней таковы, что количество транспорта увеличилось в разы. Грузоподъемность этого транспорта увеличилась в разы. И просто городские дороги иногда не выдерживают таких нагрузок. А финансирование, да. Если взять внутриквартальные дороги, то ремонт их начался только в прошлом году. Городской бюджет выделил 4 миллиона. В этом году 4 миллиона на ремонт внутриквартальных дорог. Мы проработали ситуацию. Да, действительно, в каждом дворе города Запорожья, я это не отрицаю, необходимо делать даже, может, и не текущий, а капитальный ремонт внутриквартальных дорог. Но нереально сумма огромная, просто 80 миллионов для этого. Ни один бюджет города никогда не потянет. Поэтому этапами делать то, что в прошлом году, в этом году, старались делать ремонт внутриквартальных дорог именно там, где во дворах есть подход к школам, садикам, медицинским учреждениям. На следующий год мэрам поставлена задача точно так же проработать подходы к пенсионным фондам, управлением соцзащиты, к рынкам, в том числе и капитальный ремонт дорог, с учетом того, чтобы можно было и городскому транспорту, и транспорту наших жителей подъехать к тем же самым рынкам или учреждениям, которые необходимы для жизнедеятельности человека. Те же пенсионные фонды, управление, соцзащиты, центры занятости и так далее. Будем завершать нашу встречу. Благодарим наших гостей за исчерпывающие ответы, а вас, коллеги, за активное участие в пресс-конференции. Мы ждем вас каждую неделю в муниципальном пресс-центре. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин